Слепую пушка Наотмаш шашка рубит И ворон больше крылы над битвою кружит А пуля знает точно, кого она не любит Кого она не любит, в земле сырой лежит А йог ты мой голодный, а йог ты мой голодный Пеклась моя мамаша, что писем нет давно Не будет он напрасным, наш подвиг благородный И время золотое наступит все равно Не будет он напрасным, наш подвиг благородный И время золотое наступит все равно Не надо мне пощады, не надо мне награды, А дайте мне винтовку и дайте мне коня. А если я погибну, пусть красные отряды, Пусть красные отряды отплатят за меня. А если я погибну, пусть красные отряды, Пусть красные отряды отплатят за меня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что так рано встал? Выспался и есть хочу! Ой, что это ты делаешь, а? Ну, что с тобой сегодня? Есть хочу. Я сказала сначала умойся. Ой. Умылся. Это для посуды. Иди. Доброе утро. Доброе утро. О, здравствуйте, Сергей Иванович. Доброе утро. Сдоброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Садитесь. А где же Семен? В чулан пошел. Велосипед надумал чинить. Ты что, все лето не трогал велосипед, а теперь вздумал его чинить? Это же его велосипед. Хочет, чинит. А хочет, ломает. Ну, а тебе-то какое дело? Доброе утро. Простойте бежать. Доброе утро. Я должен слезать. Ну, а тебе ломает. Пως, ты не трогал его. Трогал его. Покurpально. Ну что, испугался? Держи его! Держи его! Ну что, взяли, пугологородные? Огонь! Стой! Стой! Слушайте, я вам скажу! Только не бросаться! Что вы все на одного? Давайте один на один! Ну, давай! Шапку давай! Уговор! Двое дерутся, третий не мешает! А это что? Чтобы никаких железных предметов! Это у вас такие правила в Москве? Во всем мире такие правила! И в Европе! Вымирайся, третий не мешай! В этом все, как один! Показать! Показать! Озаревайся! В гости! В гости! В гости! Русь! В гости! В гости! В гости! В гости! Показать! Да вот это все! Дрался с петухом по-честному А как стала моя брать Они все на одного Ты с петухом дрался? А то кто? Ты что ли? Здоровый парень О какой мне фингал подставил А ты все с девчонками играешь Пряталки в салочки Раз, два, три, четыре, пять Вышел зайчик погулять Вот еще А давай в ножички сыграем На пять горячих Со смазкой Чур я первый Ишь ты какой хитрый Давай канаться Надь Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спокойно Ну как, вкусно? В общем, положение тяжелейшее Как из него выйдут большевики, не знаю Махно занял несколько городов Антонов подошел к Тамбову Не знаю, не знаю А у нас Никитский Не лучше Антонова Все равно Красная Армия Всех расколошматит Тебя не спрашивают Когда разговаривают взрослые, молчи Что касается Никитского В прошлом офицер флота Культурный человек Эта партизанская война Одинаково законна для обеих сторон Противно слушать О чем вы здесь говорите И не слушай Этот разговор вообще не для тебя Выйди С удовольствием А река в Москве есть? Есть Москва-река Так по городу и течет Так и течет А как же в ней купаются? Очень просто В трусиках А без трусиков Тебя к Москве-реке И за километр не подпустят Специально конная милиция смотрит Чего ты смеешься? Ты кроме своего Ревска Ничего не видал А смеешься Вот ты знаешь Какая самая маленькая лошадь? Жеребенок Вот и не знаешь Самая маленькая лошадь Это пони Английская пони Она с собаку А японская пони С кошку Врешь Я вру Ты хоть раз был в цирке? А споришь Такая маленькая лошадь Ни к чему Ее не в кавалерию Никуда А ты что думаешь Что только на лошадях Воюют что ли? Если хочешь знать То один матрос Трех кавалеристов Запросто уложит Без кавалерии Никак нельзя Банда Никитского Вся на лошадях Подумаешь Банда Никитского Петлюра, Махно Это да Это банды А Никитский что? Мелочь Скоро полевой Поймает твоего Никитского Его уже все Весь год ловят И никто никак не поймает Раз полевой сказал Значит поймает А правда в Москве Продуктов нет Все есть Предъявляешь Продуктовую карточку Тебе отрезают талон И получай хлеб Хлеб На одном хлебе Не проживешь Например молоко Молока в Москве Залейся Здесь у вас Надо деньги платить А у нас Дал молошнице Картофельные шелухи А она тебе за это Кружку молока Миша Миша Ты где пропадал? Дышал свежим воздухом Дышал воздухом Порезал клеенку Испортил велосипед Я не понимаю Как тебя только земля носит Все Иди домой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видел когда-нибудь Сверчка? Нет Махонький Вот такой он А голосок громкий Видишь как заливается У нас в доме За печкой Жил Сверчок Как улягутся Все спать Он и заводит Свою песню Интересно Я и сейчас Как услышу сверчка Сердце щемит Десять лет не был дома А все как есть помню Река Ака Слыхал? Конечно Приток Волги Верно А в Москве Нет сверчков Почему же так? Ну что бы стал делать Сверчок В коммунальной квартире Он тишину любит Любит А там люди ходят Дверми хлопают Выключателями щелкают Верно А это сверчку не подходит Сергей Иванович А вы помните Мне обещали рассказать Про линкор На котором вы служили Про линкор Императрица Мария Назывался Самый мощный Броненосец Черноморского флота Взорвался На Севастопольском рейде В октябре 16-го года Вот такие брат дела Как же так? Темная история Ни от мины Ни от торпеды Сам по себе Сначала пороховой погреб Первой башни рванул А там 3000 пудов пороха Представляешь? Да Ну и пошло Через час корабль был Под водой Из команды Спаслось меньше половины Да и то все Погоревшие Да покалеченные Разбирались с этим делом Долго Да все без толку А потом революция Не до этого было Миша Миша Домой Иду Тебя зовут Да Сергей Иванович А почему моряки Носят кортики? Офицеры только Носят кортики Все равно Что кортик против нагана? Зачем они нужны? Ну форма такая А что это ты вдруг Про кортик? Да так Почему вдруг? Просто так Интересно? Ну разве что так Вчера нагулялся Вот и хорошо А сегодня надо Посидеть дома Сегодня воскресенье Ребята идут в лес И на остров А я должен сидеть дома Ничего посидишь Шкодить научился Отвечать не хочешь? Ну ладно, ладно Он свое получил Хватит тебе Спать охота Захочешь спать И на баране уснешь Подсторонись, сынок Это зашибет Не зашибет Ты чей? Комиссаров, сынок? Какого комиссара? Полевого Нет Он просто живет у нас Он дома? Он вам нужен? Да нет Зачем он мне? Справная хата Комната 4 будет Рассчитали? И давайте с Богом Ты чего? А ты чего? Я в погреб Зачем в погреб? За огурцами А тебе-то что? Ничего Дядя Сеня А почему моряки Носят кортики Какие моряки Какие кортики? Как-то какие Ведь только морские Офицеры Носят кортики Почему? Я не знаю Форма такая Все у тебя? Дядя Сеня Можно я у вас Немножко посижу? Я буду тихо-тихо Ну посиди Только не мешай мне Дядя Сень А я давно хотела У вас спросить В энциклопедии Написано Все-все Про все-про все Да? Да А сколько всего Этих книг? 82 тома А если прочитать Все эти 82 тома То можно не ходить В школу? Я не понимаю В какую школу? Как-то в какую Я говорю То есть вы говорите Что если в энциклопедии Написано все-все Про все-про все Так можно прочитать Все эти 82 тома Всю энциклопедию И не ходить в школу Поступать в университет Миша, ты Порешь невероятный вздор В энциклопедии Содержатся только Краткие сведения Сведения по отдельным вопросам Расположены в алфавитном порядке А школа, университет Они дают образование Дают систематические знания Мы же договорились Ты не будешь мне мешать Сиди тихо Дядя Сень А правда, что Пушкин здесь жил? Я тебе уже рассказывал Пушкин не жил здесь А был проездом Все равно Прошелся тогда Пушкин По нашей улице И никто на него Внимания не обратил А появись сейчас Вот суматоха поднялась бы Весь город бы сбежался Если ты мне будешь мешать Я буду вынужден тебя отсюда выставить Я больше не буду Некрасов Что? Ничего Некрасов Что? Ничего Нет, ты что-то сказал? Я про себя сказал Что ты сказал? Я сказал Некрасов А что Некрасов Что вот висит портрет Великого русского поэта Некрасова Ну и что? У нас в классе парень есть Шурка Гуреев Воображает себя великим артистом Выйдет на сцену И говорит Кому на Руси жить хорошо Сочинение Некрасова Как будто никто не знает Что это Некрасов написал Ну и что? Ничего Выйди вон Миша Ты что делаешь? Волю тренирую Смотрю на муху И заставляю себя не ловить ее А почему на улицу не выходишь? Или тоже волю тренируешь? Захочу и выйду А ты захоти, захоти А я не хочу захотеть Не хочешь Не можешь, сказал бы сразу Ах так? Не могу Не можешь Ой, Мишка Миша Как же ты теперь домой пойдешь? Попадет тебе А я вообще домой не пойду Надоело Сначала бабушка отчитывает Дядя с ней не отдыхает Потом дядя с ней не отчитывает Бабушка отдыхает А где ты теперь жить будешь? Скоро полевой пойдет Банду Никитского ликвидировать И меня с собой возьмет Банду надо обязательно ликвидировать Кем ты будешь в отряде? Отставной козы барабанщик Смейся, смейся А меня полевой В разведчики берет Велел ребят подходящих подобрать Да ведь да нет у нас таких Придется одному Ладно Придумаем что-нибудь Притащи мне чего-нибудь поесть Ура, даешь разведку Чего орешь-то? Разглашаешь военную тайну Не возьму я тебя с собой Не буду Не буду Продолжение следует... Миша, вот гляди говядина прямо из кастрюли вытащил Там суп варился Ты что, всех без обеда оставил? Ну и что я в разведчики ухожу Пусть варит себе другую говядину Божья коровка Улети на небо Принеси нам хлеба Хлеб тоже есть Правда мясо немного сыроватое Но ведь львы и тигры едят сырое мясо И вон какие здоровые Знаешь новость? Какую? Так бы я тебе сразу и сказал Дело твое Ну какой из тебя разведчик? Если все от меня скрывать будешь Сегодня к нам дядька из Носовки приходил Сказал, что бандан Никитского была у них вчера вечером А это совсем близко Ну и что? Как это? Ну и что? Они на нас напасть могут А ты и поверил А что? А то, что напасть они на нас не могут Потому что у нас гарнизон Понял? Гарнизон А что это такое гарнизон? Это Как тебе сказать? Тише 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 Кортик Кортик Послушай, Полевой Теперь ты уже никуда не убежишь Так что отдай Кортик И упирайся на все четыре стороны Нет? Возьму с собой Там ты у меня заговоришь А ты Похудел Обыскать дом Обыскать дом По коням Взять с собой А ну пошевелись Открывайся Мам, а кого ты в Москве видела? Славку видела? А Шурку? Всех видела. Лежи спокойно и не разговаривай. А я забинтованным поеду в Москву? Нет. Жалко. В бинтах бы поехать. Красота. И умываться не надо. Спой мне песню про мрачную тюрьму. Как дело измены, как совесть тирана. Осенняя ночка темна. Темне этой ночи встает из тумана. Виденье мрачным тюрьма. Вокруг часовые шагают лениво. В ночной тишине доизна. Как стон раздается печально-тоскливо. Слушай, слушай. Отчего умер папа? Его приговорили к каторжным работам, а он болел. Но ведь другие революционеры не умирали на каторге? Умирали. Не все, конечно. Все зависело от условий, от здоровья. А до каторги папа много раз сидел в тюрьме. Болел. И в тюрьме заболел. А каторга его убила. Когда кончится война, и мы разобьем белых, то уничтожим все тюрьмы. Даже в песне написано. Церкви и тюрьмы сравняем с землей. Миша. Миш. Ну, чего тебе? Мне Мишу сказать надо. Ну, говори. Миша, ты ходи по нашей улице. Сколько хочешь. Мы тебя не тронем. Как ты себя чувствуешь, Михаил? Хорошо. Я уже и вставать могу. Нет, 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 лежи, пожалуйста, лежи. Я просто пришел поговорить с тобой. Так вот, я надеюсь, что ты, так сказать, в состоянии понять меня и сделать правильные выводы из моих слов. Дело в том, что последний случай, имевший для тебя столь печальные последствия, я расцениваю не как шалость, а как преждевременное вступление в политическую борьбу. Чего-чего? Не понимаешь. Разъясню. На твоих глазах происходит акт политической борьбы. И ты, человек молодой, еще не оформившийся, по существу ребенок, принял участие в этом акте. И напрасно. Я не ребенок. Бандиты будут убивать полевого, а я буду стоять и посматривать. Так, по-вашему? Конечно, конечно. Как благородный человек ты должен оказать помощь пострадавшим. Но только в том случае, если бы полевой шел, а на него напали грабители. В данном случае этого не было. Происходит борьба между белыми и красными. И ты еще слишком мал, чтобы принимать участие в этой борьбе. Вообще принимать участие в политической борьбе. Твое дело сторона. Как это сторона? Я же за красных. Я не агитирую тебя ни за красных, ни за белых. Но я считаю своим долгом предостеречь тебя от участия в политике. От преждевременного участия. Вырастешь, тогда решишь, за кого ты. Нет, я так не согласен. Твоего согласия никто и не спрашивает. Слушай, что тебе говорят взрослые. Полевой ведь взрослый. И мой папа был взрослый. Нет, с тобой невозможно разговаривать. Садись. Как ты? Хорошо. В Москву уезжаешь? Да. С эшелоном Полевого. Ну? А ты откуда знаешь? Слыхал. Ну, а ты как? Поедешь с нами в Москву или нет? Ты знаешь ведь, отец не позволит. Как это не позволит? Тетка твоя, Агриппина Тихоновна, сколько раз писала? Приезжай. Вот и сегодня с мамой письмо прислала. Поедем. Будешь с нами в одном доме жить. А ребята, знаешь, у нас какие? Славка, что хочешь, на пианино играет. Даже в ноты смотрит. А Шурка, артист. Бороду прилепит, сразу видно. Талант. А в доме у нас кино, Арбатский Арс. Шикарное кино. Там все картины, не меньше, чем в трех сериях идут. А не поедешь, цирка не увидишь. И вообще ничего. Как же я поеду? Да очень просто. В ящике под вагоном. Залезешь в ящик. А на следующей станции вылезешь. И поедешь с нами в вагоне. А отцу напишешь. Так, мол, и так. Уехал в Москву к тетке Агриппине Тихоновне. И привет. А что я в Москве буду делать? Что хочешь? Хочешь, учись. Хочешь, на завод токарем поступай. Я тебе серьезно говорю. Про разведчиков ты тоже серьезно говорил. А мне за мясо так влетело, что до сих пор помню. Разве я виноват, что Никитский напал на Ревск? А то обязательно пошли в разведку. А приедем в Москву, запишемся добровольцами на фронт и пойдем белых пить. Если на фронт белых пить, то можно, пожалуй. С приездом. Спасибо. Сергей Иванович, не сердитесь на меня. Возьмите меня с собой, пожалуйста. С собой? Это можно. Доедешь со мной до Бахмача. А там я тебя и маму отправлю на Москву. Ладно? До Бахмача. Дразнитесь только. Да будет тебе сердиться. Но успеешь еще навоеваться. Ты вот что, Мир, как к тебе кортик попал? Не бойся, говори. Я его случайно увидел. Взял посмотреть, а тут бабушка. И не успел положить на место. Ты про кортик никому не рассказывал? Нет, ей-богу. Ну ладно, верю, верю. Понимаешь, Никитский тоже ищет. Но зачем? Помнишь, я тебе рассказывал про линкор императрицы Марье? Да. Так вот, Никитский служил на этом линкоре. Минута за три до взрыва он застрелил одного офицера. Я зашел как раз в каюту. Один я видел, больше никто. Я тогда еще не знал фамилии. Смотрю, они спорят о чем-то. Он его все Владимиром называл. Потом вдруг выстрел. Офицер на полу лежит. А Никитский с чемодана достает кортик. Оглянулся, увидел меня. Выстрелил, промазал. Ну и сцепились мы с ним. Вдруг взрыв. Один, второй, третий. Все рушится вокруг, ломается. Очнулся я. Кортик у меня в руках. А ножны у Никитского остались. И сам он пропал куда-то. У Никитского есть здешний человек. Отменный сволочь. Первой статьи. В денщиках у него служил. Думал, найду я его здесь. Нет, не нашел ни здесь, ни в округе. Очень верный он человек Никитскому. Много знает. Ну ладно, Мишка. Передай мамаши, чтоб собиралась. Хорошо. Через пару дней выступим. Ну, будь здоров. До свидания. А я на бочке сижу, А под бочкой мышка Скоро красные придут. Вот, а монархистам крышка. Па-па-па. Опа-па-па. Опа-па. Под брезентом поедешь. Смотри-ка, очень удобно. Тут и спать можно. Ага. И в лапту играть. Тебя бы сюда. Ну, чего ты боишься. Тебе ведь здесь всего одну ночь спать. А потом, пожалуйста, переходи вагон. И я тут поеду. Вот царь, видишь? Корона, мантия и нос красный. Пил здорово. А это урядник в белой рубашке. Веньшевик. А еще змея с тремя головами. Это Деникин, Колчак и Юденич. Ты чего? А он все время на меня смотрит. Куда ни стану, он голову поворачивает в мою сторону, как живой. Он потому на тебя смотрит, что ты и есть дезертир. Потому что ехать со мной не хочешь. А поедешь, он не будет на тебя так смотреть. Так я ведь сказала, что поеду. Прекрасно. Вот буржуй. Он хочет все за деньги купить. Это я знаю. А почему здесь написано интернационал? Рабочий – это интернационал. А еще есть цепи – это антанта. Когда цепи будут разбиты, то во всем мире установится власть рабочих, а буржуев и капиталистов больше не будет. Бахмач, военного коменданта. Военный комендант говорит полевой. Начальник маршеву военного эшелона. Вторую неделю стоим. Знаете? Так почему же не отправляете? Чего? Да мне бойцов нечем кормить, понимаешь? Нечем. Жрать нечего, говорю. Чего? Да думайте о паровозах. Это ваша забота, а не моя. Слушайте, если будете мариновать, буду звонить в Москву, в Ревоенсовет Республики. Да-да! Вот именно, в Ревоенсовет Республики. Ясно? Все. Пойдем. Генка, вылезай. Стой. Так как говоришь твоя фамилия? Петров. Так. А не врешь? Нет. Ты смотри у меня. Ей-богу, правда. Так как говоришь твоя фамилия? Нет. Вы куда? Дозвольте доложить, товарищ командир. Так что обнаружен мною подозрительный преступник. В силу моего следствия признал себя виновным в том, что имеет фамилию Петров, зовут Геннадий. Сбежал от родителей, будто бы в Москву, к тетке. Ну? Да. Обнаружен мною на платформе под брезентом в спящем виде. Зачем залез под брезент? Дяденька, я, честное слово, в Москву к тетке. Спросите у Миши. Правда. Ну, ладно. Разберемся. Степа, беги к старшине, чтоб шел сюда. Есть, бежать к старшине, чтоб шел сюда. Ну, а вы? А ну, марш отсюда, быстро. Дяденька, а кто этот начальник? У-у-у, большой человек. Степа, курьер. Давай. Снабжения нет и не будет, это я точно узнал. Видишь, кухня не работает. Каждый варьша достал. А где мы достанем? Надо рыбу ловить. Поймаем что-нибудь, вот и пропитаемся. А если эшелон отправят? Не отправят, вот увидишь, всю неделю простоим. Паровозов не хватает, топлива нет. Для воинского эшелона не хватает паровозов. Много ты понимаешь. Понимаю побольше тебе. Меня отец всегда брал с собой в поездки. В Харьков, в Чернигов, в Гомель. Если хочешь знать, я даже умею водить паровоз. Главное, чтоб Кучгар был хороший. Развел пары, набрал скорость. Путь свободен, смотри в оба, держи ухо востро. Держи ухо востро, да? В Гомеле был, да? В Харькове, в Чернигове. А сейчас куда собрался? Да я попал, и я... Весь поселок обыскали. Думали утонул. А вот тут лясы точат. Я тебе письмо написал. Письмо. Сколько это письмо идет? Месяц. Еще спасибо дошло. Сначала у отца надо спросить. Потом ехать. Папаня. Ладно. Поехали домой. Папаня! Папаня! Прости меня заради Бога. Ну, смотри, что в последний раз. Ладно, езжай. Ладно, езжай. Ладно, езжай. Папаня! Наотмыш шашка рубит. И ворон большекрылый Над битвою кружит. А пуля знает точно, Кого она не любит. Кого она не любит, в земле сырой лежит. Окоп ты мой холодный, Паёк ты мой голодный, Не плачь, моя мамаша, Что писем нет давно. Не будет он напрасным, Наш подвиг благородный, И время золотое Наступит всё равно. Не надо мне пощады, Не надо мне награды, А дайте мне винтовку, И дайте мне коня. А если я погибну, Пусть красные отряды, Пусть красные отряды Отплатят за меня. А если я погибну, Пусть красные отряды, Пусть красные отряды Отплатят за меня. Два часа ходим, И опять вышли на то же место. А говорил, знаешь, дорогу. Мы заблудились. Мы не заблудились, Нас леший кружит. Леший тут ни при чём. Когда человек идёт, Он левой ногой шаг делает больше, Чем правый. И постепенно забирает вправо. В результате образуется круг. Понятно? Вот мы и заблудились. Что теперь подумают в эшелоне? Мама, полевой. Вы не скажете, Как пройти на станцию? Березняком пройдёте по железке, А там налево и станция. А далеко? Версты три будет с гаком. Почему так неравномерно Расположены шпалы под рельсами? Идти неудобно. Один шаг получается большой, Другой маленький. Это для того сделано, Чтоб не ходили по железнодорожному полотну. И чтоб поездом не задавило. Всё ты знаешь. Просто удивительно. И про лес знаешь. И про железную дорогу. Из-за того, что ты знаешь всё, Мы целый день и проплутали. Зато вон сколько рыбы наловили. Вон, видишь, сколько у меня. А у тебя сколько... Отстань. Давай зайдём. Мама будет беспокоиться. Ну ладно. Чего надо? Кто такие? Тётенька, водиться и спить. Матрёна, кто там? Сынки, водиться и просит. А идёте-то куда? На станцию. У-у-у, далече. Да куда же это вы на ночь-то глядя? Вот я и говорю, тётенька, Пустите переночевать. Места не жалко. Куда же вы пойдёте? Да и люди лихие шатаются. Вот до света вздремнёте, А утром и идти недалёко. Пойдёмте, пойдёмте. Пойдёмте, пойдёмте. 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 Черт! Поставили ведро на дороге! Это кто? Ребятишки местные. Рыбу ловили. Спят они. Чего вы беспокоитесь? Прошел паровоз на станцию? Прошел. Так почему не сообщил? Греха на дышу не приму. Не примешь? Сейчас пройдет эшелон. А ты в монахи записался? Это не прямо. Прошло. Прошло. Что такое? Прошло. Прошло. Открыто. Прошло. Прошло. Вставай! Слышишь, вставай! Вставай, ну вставай! Вставай, вставай, чего тебе? Здесь Никитский. Они хотят напасть на эшелон. Подцепи костюль-то здесь. Где пропадали? Дядя Сережа, там Никитский. В будке обходчика. Сейчас они во враге разбирают дорогу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, что ты теперь скажешь? Кто предложил переночевать в будке? Что было бы, если бы мы не переночевали? Мы бы ничего не узнали, мы бы не предупредили. Тогда поиск, уырк, уырк. Игнатюк, ложки. Игнатюк, добавки. Становись! Живей, 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 ребята, живей! Живей, живей! Сидоренко, я! Солопека, я! Косарев, я! Беспалый, я! Я все точно узнал. Наш вагон прицепляют к московскому пассажирскому, а эшелон тютю. На фронт без нас с тобой, конечно. А ты трепался, нас полевой с собой возьмет белых бить. Здоров ты врать. Что ж ты молчишь? Думаю. Что ж ты думаешь? Думаю, что как-нибудь и без нас на фронте обойдутся. Миша! Ну вот, Миша, пришло нам время расставаться с тобой. Не знаю, увидимся или нет. Вот, смотри. Знаешь, что это такое? Шифр. Правильно, шифр. А ключ от этого шифра, видимо, находится в ножнах. А ножны у Никитского. В этом кортике большая тайна. Из-за него убили человека. Думаю, разгадать я эту тайну. Да время не то. А возить его с собой нельзя. Никто своей судьбы не знает. Тем более война. Так что... Бери. Или, может, боишься? А чего мне бояться? А почему здесь нарисованы волк, скорпион и лилия? Да я, честно, толком ничего не знаю про этот кортик. Главное, Миша, не болтай зря. Я остерегаюсь одного человека. Никитского? Ну, Никитского, само собой. Он здешний, я тебе про него рассказывал. Он был денщиком у Никитского. Думал найти его, да так и не нашел. Фамилия его... Филин. Филин. Главное, Миша, запомни. Жизнь, как море. Захочешь жить сам для себя. Будешь, как одинокий рыбак, в дряхлой латчонке к мелководью жаться, на один и тот же берег смотреть. А будешь жить для людей. На большом корабле поплывешь. На широкий простор выйдешь. И никакие бури тебе не страшны. Весь мир перед тобой. Понял? Над Советской Россией нависла угроза. Буржуазия всего мира ополчилась против молодой Советской Республики. В нашей армии кругом нехватка. В стране тоже нехватка. Мы это знаем, видим. Но наша армия сильна своим несгибаемым духом. Верой в правое дело. Рабочекрестьянская власть победит. И знамя свободы водрузится над всем миром. По вагонам! Слепую пушка лупит на отмашь шашка рубит. И ворон больше крылы над битвою кружит. Папуля знает точно, кого она не любит. Кого она не любит в земле сырой лежит. Ох, ты мой холодный, Ох, ты мой холодный, Пеклась моя мамаша, Что писем нет давно. Не будет он напрасный, Наш подвиг благородный, И время золотое наступит все равно. Не будет он напрасный, Наш подвиг благородный, И время золотое наступит все равно. Не надо мне пощады, Не надо мне награды, А дайте мне винтовку И дайте мне коня. А если я погибну, Пусть красные отряды, Пусть красные отряды Отплатят за меня. В плаву Давай, давай, побыстрее, сынок. Куда торопиться? Мне нужно работать. Смотри, это на весь день. Понятно. Это завтрак, это обед и ужин. Ты куда? Во двор, к ребятам. Ты же обещал сегодня убрать книги. Ты куда? Продолжение следует. Мам, а ты не знаешь Филина, который заведует складом? Отца жилы, а? Что за жила? Ворька, мы его жилой зовем. Так вот, отец его, Филин, из Ревска или нет? Я же тебе говорила, что не знаю. Почему ты об этом спрашиваешь? Так просто. Славка! Миш! Ты когда во двор выйдешь? Выходи, я буду у Генки. Здравствуйте. Здравствуй. Геда пропадал. Гляди, сейчас Славке сделаю мат в три хода. Ань, цвай, драй. Цвай, драй. Слезай с кровати, нашел место. Ты не ерзай, а слезай. Кому говорят? Стыд и срам. Взрослый парень, а туда же. Капусту изрезал. Весь вилок испортил. Зачем изрезал, я спрашиваю? Кочерыжку доставал. Так ты что, не мог, дурья, твоя голова осторожно кочерыжку вырезать? Вилок-то я для голубцов приготовил, а ты весь лист испортил. Голубцы, тетя. Голубцы, это мещанский предрассудок. Мы не какие-нибудь нэпманы, чтобы есть голубцы. И потом, какие-то голубцы с пшенной кашей. Ты меня еще учить будешь? Честное слово, тетенька, я вам удивляюсь. Вы, можно сказать, такой видный человек, а волнуетесь из-за какой-то несчастной кочерыжки. Помолчи, а то вот этой скалки отведаешь. Я молчу. А скалкой не грозитесь, все равно не ударите. Почему это? Не ударите. Почему это не ударить? Ну, почему я тебя спрашиваю? Почему? Да. Потому что вы меня любите, тетенька. Любите и уважаете. Ой, 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 дурень. Ну, право, дурень. Ну, почему ты такой дурень? Мат. Где, где мат? Вот видите, тетя, из-за ваших голубцов верную партию проиграл. Не достанешь. Бей жилу, твоя очередь. Мы вдарим. Есть. Гони копейку, Славка. Я уже все проиграл. Отыграю, тогда отдам. Здесь долг не играют. Отдашь мне долг, тогда и отдам. Будешь в следующий раз знать. На, за Славку. А ты, Славка, денег нет, больше не играй. Чужие не возьму, пускай сам отдаст. Зажилить хочешь? Убери копыта. Отдай Славке биту. Миша, дай ему, а я добавлю. На, подавись. Тоже мне заступничек нашелся. Ребята, смотрите. Главная банда в Москве это попрыгунчики. Закутается такой попрыгунчик в простыню. Во рту электрическая лампочка, на ногах пружины. Прыгнет прямо с улицы на пятый этаж и грабит всех подряд. Еще через дома прыгает. Только милиция к нему. А он скок и уже на другой улице. А ну тебя, попрыгунчики. Ты лучше про мертвецов, про подвал расскажи. А что, в подвале мертвецы живут. Там раньше кладбище было. Они кричат и стонут по ночам. Аж страшно. Там еще подземный ход есть под всей Москвой. Сам Иван Грозный построил. Иван Грозный. Ты бы уж врал, да не завирался. Мертвецы, кладбище, подземный ход. Ты лучше своей бабушке расскажи. Я вру. Пойдем со мной в подвал, я тебе все покажу. Не ходи, Мишка, я уже попадался. Заведет тебя, спрячется сам и будешь два часа сидеть в подвале. Как хотите. Струсили так и не надо. Кто струсил? Кто? Пошли. Ну, пошли. Борька! Борька! Скоро твои мертвецы покажутся. Борька! Борька! Миша, где ты, Мишка? Где же мертвецы? Где твой подземный ход? Показывай. Туда нельзя ходить. Это и есть подземный ход. Здесь самые гробы с мертвецами. Боюсь я твоих мертвецов. Мишка, говорю тебе, пошли назад. А то ведь хуже будет. Пугаешь. Ну, мы без фонаря все равно ничего не найдем. Я завтра фонарь достану. Тогда и пойдем. Че зубами стучишь? Испугался? Замерз, дурак. Э, артисту и режиссеру почтение. Я думал, что ты уже вышел из детского возраста. Подумаешь, какой взрослый нашелся. Вырос на волосок выше меня, поэтому тебя и пускают в клуб. Нас не пускают в клуб потому, что мы неорганизованные. А вот говорят, на красной пресне есть отряд юных коммунистов. И у них свой клуб. Я об этом тоже что-то слыхал. Но понимаете, чтобы пускали в клуб, нужно сначала показать себя. Ну, проявить себя. Ну, как ты, например. Ладно, Шурка. Не надо слишком задаваться. Ты очень много задаешься, а пользы от тебя никакой. Стоишь за кулисами, орешь, толпу изображаешь. А вот скажи, ты смог бы быть режиссером? Поставим свою пьесу. Вот и проявим себя. Ну, хорошо, я согласен. Только у нас режиссер товарищ Маша Сахарова. Она режиссер взрослого драм-кружка. А у нас будет свой, детский. Ну, тогда пошли в клуб. А у вас оттуда в шею. Не твое дело. Торгуй своими рисками. Торгуй своими рисками. Говорит, и мне неудобно. Чего тебе? Товарищ Маша Сахарова, ребята нашего дома хотят организовать драм-кружок. Режиссер будет Шурка. Да, а не слишком ли много режиссеров? У меня не детский сад. У меня культурное учреждение в тисках домкома. Товарищ Парашина, в образ вникайте, в образ. Ну, отказала. Она говорит, что у нее не детский сад, а культурное учреждение в тисках домкома. Я так и знал. Ты всегда так и знал. Знаешь, есть еще один выход. Пойти к товарищу Журбину. Но он депутат Моссовета и вряд ли будет заниматься нашим кружком. Я не пойду. А мы пойдем. Что это? Собственный клуб Маши Сахаровой. Пойдем, Генка. Ты слышишь? Опять смотрят туда же, где я стою. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Граждане, мы не нищие, мы артисты. И только обстоятельства времени заставляют нас, прошу вас, ходить по дворам, выступать, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что тебе сказал Журбин? Вот, читай. Он тебе всего-навсего гривенечек дал. Я ей по ошибке отдал не ту записку. Девочка, я тебе по ошибке отдал не ту бумажку. Верни мне ее, пожалуйста. Это очень важная записка. Какая записка? А почему у тебя шрам на лбу? Ты, наверное, дрочу? Это тебя не касается. Верни записку. Я не видела никакой записки. Может быть, она у Буша? Подожди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Товарищ Сахарова, инициативу ребят надо поддержать. Работа с детьми – дело важное, для клуба особенно. Прошу вас обязательно помочь детям нашего дома в организации драм-кружка. Журбин. Порядок! Я так и знал, что Журбин поможет. Вечно ты так и знал. Вечером организационное собрание. Всем быть без опоздания. Соберите ребят. Ох, Шурка, строишь ты из себя чего-то. Сейчас как в маржу тебе хорошую плюху. Не будешь задаваться. Ну, знаете, товарищи, если работа драм-кружка начинается с плюхи... Ладно, ладно, мы соберем ребят. Слава, пора домой. Я скоро пойду. Даша даст тебе поужинать и ложись спать. Хорошо? Хорошо. Мама ушла на концерт. А сегодня красные дьяволята в кино. У меня есть два рубля на ноты. Где ты теперь купишь ноты? Все магазины уже давно закрыты. Но я их могу купить завтра? Никогда ничего не откладывай на завтра. Раз можно сегодня идти в кино, значит, надо идти сегодня. А драм-кружок? Что-то я не совсем понял этого Журбина. У этих пионеров дурацкие правила. Руки в карманах держать нельзя. Ругаться нельзя. Курить нельзя. Драться нельзя. А если дерешься, то снимай галстук. А пока ты будешь снимать галстук, тебе по шее надают. Ты ничего не понял. Это детская коммунистическая организация. У них все по-военному. Значит, у них винтовки есть? Есть. И пулеметы. Все есть. Вот что. Собери-ка ребят и идите в клуб. А я скоро приду. Угу. Пошли. Дядя Василий, дайте полить. Много вас здесь поливальщиков. Маловство одно. Дядя Василий, а что это вы плотничать вздумали? Филин видишь, за склад свой беспокоится. Из подвала ты видишь, жулики могут забраться. А ты вот заколачивай. В складе. А кроме старого железа и нет ничего. А ты обратно заколачивай. Маловство одно. Иди. Тебе чего? Мне Борьку. Нет, Борьки. Нечего тебе здесь шляться. Давай убирайся отсюда. Покупай ириски. Пошли в подвал. Ход-то заколотили. Кто велел? Известно, кто управдом велел. Покупай ирис, у кого деньги завелись. Врешь. Твой отец велел. Почему он велел? Чтобы мертвецы не убежали. Да такие дурни вроде тебя. По подвалам не шатались. Каждый вступающий должен прочесть стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Пророк». Я вас предупреждал. Выучили? Да. Выучили. Так, хорошо. Посмотрим. Ну, Кит, давай, начинай. С набитым ртом Нельзя стать великим артистом. Прожуй сначала. Давай, Бяшка. Духовную жаждаю, Жаждаю, Томим жаждаю, Томим. В пустыне я влачился. В пустыне я влачился. В какой пустыне? В Сахаре, наверное. Нельзя просто произносить слова. Как ты думаешь, этот подвал соединяется с тем подвалом, где склад Филина? Это не подвалы, а проходы. И вырвал грешный мой язык. Не так. Не так. Играть надо. Надо жить на сцене. Если ты будешь просто произносить слова, никогда не станешь великим артистом. Вот как ты произносишь эти слова? И вырвал грешный мой язык. Тебе язык вырывают, а ты бубнишь. Бу-бу-бу. Смотри, как надо. Слушай. И вырвал грешный мой язык. Поляков, ты что здесь делаешь? Гривенник затерялся. Никак не могу найти. Что за гривенник? Гривенник. Круглый, серебряный. Двугривенный. Что за чепуха? То гривенник, то двугривник. Ты что, с ума сошел? Ничего не сошел. Был у меня гривенник. А потерялся двугривенный? Что ж тут непонятного? Очень непонятно. Ищи скорее свой гривенный, двугривенный и убирайся отсюда. Почему Борька не пускал меня дальше? Потому что я напал на вход в их склад. После этого филин велел заколотить дверь. Зачем? Ведь там одно старое железо. Кому оно нужно? Там что-то поважнее железо. А мертвецы и гробы, это все чепуха. Нет, не говори, Мишка. Есть такие мертвецы, что никак не успокоятся. Залезешь в подвал, они на тебя как навалятся. Мертвецов там, конечно, нет. А зачем нам все это нужно? Ну, прячет там что-нибудь филин. И у нас нет плана. Как мы туда доберемся? Зря я вам все рассказал. Вы просто дрейфите. Ну и без вас обойдусь. Я отказывался? Я отказываюсь? Я только сказал слово о мертвецах. Уж и слово сказать нельзя. Это вон, отказывается. А я, пожалуйста, в любое время. Я не отказываюсь. Я только сказал, что с планом было бы лучше. Разве это не так? У тебя фонарик с собой? С собой. Пошли. Продолжение следует. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Фонарь у тебя негодный. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Громы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Филин. Кто здесь сжег спички? Это вам показалось, Сергей Иванович. Мне никогда ничего не кажется. Запомните это, Филин. Пролом завалили? Так точно. Дверь заколотили. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Что же ты, Геннад, ты страху напустил? Гробы им померещились. Ага, а вы не испугались? Сами испугались, не знаю как. А на меня сваливаете. Я знаю, что в ящиках. Там нитки. Все спекулянты нитками торгуют. Самый выгодный товар. У этого высокого странно знакомый голос. Кто ж это может быть? И зовут его Сергей Иванович. Полевого тоже так зовут. Но ведь это не Полевой. КОНЕЦ КОНЕЦ А, скаутенки несчастные. Отдай палку. Брось. Как это брось? Они стоят за английского генерала. Я им покажу английского генерала. Брось, я тебе говорю. Ладно, поговорим потом. Испугались тебя очень. Пойдем. Пойдем. Как ты до меня тащишь? Тихо. Ну, чего ты ко мне пристал? Граждане, скоро силами детского драм-кружка будет поставлен спектакль «Кулак и батрак». Сбор в пользу голодающих по Волжье. Приобретайте билеты заранее. Ладно, ладно тебе, артист. А то не достанется стоимость 30 копеек. Давай, налетай. Садись, садись. А вот кто желает прокатиться на воздушной дороге? Подходи, налетай. Стоимость одного билета 5 копеек. За 5 копеек скорость аэроплана «Цепелин» всего 5 копеек. А у кого нет денег, сдавайте билеты Мишке и получайте деньги обратно. Все равно никакого спектакля не будет. Жульничество одно только. Граждане, извиняюсь. Проданный товар обратно не принимается. Деньги проверять, не отходя от кассы. Ребята, мне ваши деньги не нужны. Можете взять их обратно. Только поймите, что Юрка с Борькой хотят сорвать наш спектакль. А теперь у кого нет совести, пусть подойдет к Славке, возьмет свои деньги, а рядом положит билет. Не трогай! Подожди! Чего ты разоряешься? Думаешь, мы ничего не знаем? И про подвал, и про ящики, и про... Что? Ты чего? Эх ты, звонарь! Растрепал? А я ему должен молчать. Он нам будет срывать спектакль, а я ему должен молчать. Так, по-твоему, да? Зачем ты рассказал Борьке о ящиках? Тем более, что в этих ящиках ничего нет. Нет, есть! Там нитки! Там совсем другое. Что? Так и жди, чтобы я тебе рассказал. Чтоб ты обратно всем растрепал. Ты звонарем был, звонарем и останешься. Ничего я вам не расскажу. Вам нельзя доверять серьезное дело. Во-первых, не надо обобщать. Он ничего не растрепал. Во-вторых, это не честно. Мы все трое лазили в подвал. Значит, между нами не должно быть секретов. Сам что-то скрывает, а я виноват. Зачем побежал тогда за тем длинным? Поскольку у тебя есть от нас секреты, то о чем говорить? Ну ладно, я вам расскажу. Но имейте в виду, это большая тайна. Мне ее доверил не кто-нибудь, а полевой. Вот кто мне ее доверил. А теперь дайте мне слово, что вы никому ничего не расскажете. Клянусь. Даю слово честного, благородного человека. Генка, что ты тут торчишь? Пошли с нами реквизит покупать. Некогда. Продается все для театра. Профессионального, академического, народного, профсоюзного, домашнего. Все для театра. Все для режиссеров, актеров, гримеров. Последняя распродажа перед началом театрального сезона. Спешите, покупайте. Вот, по-моему, это самое подходящее. Этот цвет, мишка, называется бордо. Бери. Бери, бери. Держи его. Стой. 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 Отдай. Не тронь меня. Я психически. Вставай, ну, хватит притворяться. Будешь знать, как воровать. Справились? Да. А ты зачем кошелек взял? Я вот тебе еще дам. Ну, брось прикидываться. Вставай. Вставай. Ну, вставай. Как же ты его теперь пришьешь? Пошли ко мне домой, мама зашьет. Застукать хочешь? Вот честное слово нет. Как тебя зовут? М? Михаилой. Мама. Он сегодня с нами пообедает? Я ему ничейно рукава оторвал. Его тоже Мишей зовут. А фамилия? Фамилия наша Коровин. Садись. Вы бы хоть умылись, товарищ Коровин? Шаг. Да. Фамилия. 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 Ну вот, шуба готова. Не жарко тебе в ней? Мы привычные. А родные у тебя есть? Отец, мать? Есть кто-нибудь? Куда же ты теперь? Заходи. Я всегда дома или во дворе. Где вы с ним познакомились? На рынке. Он у меня деньги украл. Ну, я его и догнал. Подрались, конечно. Так и познакомились? Так и познакомились. Так и познакомились. Все оставался. Так и познакомился. Как это? Так и все. ПО 38. КОНЕЦ КОНЕЦ Че тебе надо? Марки посмотреть. Марки. Не беспокойтесь, это мальчик пришел Марки посмотреть. Ну что, выбрал? Сейчас. Скорее, пора закрывать. Пока вы тут сидели, я видел ножны от кортика у филателиста. Высокий был у него. А потом вышел через другой ход и оставил белый веер. Потом филателист свернул веер и получились ножны. Я думал, ты действительно видел ножны, а ты веер какой-то. Если бы ты не ссорился со своей теткой, мы бы давно все узнали. Ведь она знает филина. Хоть бы сказала, изревска он или нет. Она даже с тобой разговаривать не захочет. Она со мной? Это вы все ее боитесь, подлизываетесь. Я даже управдом называет. Наша обширнейшая Агриппина Тихоновна. Слово-то какое дурацкое, обширнейшее. Я ссорился. Она давным-давно забыла. Тем более, я извинения попросил. К ней нужен особый подход. А я ему говорю, вас весь Ревск знает. А он мне, мы в этом Ревске никогда не были. Знать не знаем. Сколько раз я тебе говорил, не водись ты с этим Борькой. Не доведет он тебя до добра. А зачем врать? Раз из Ревска, так и скажи из Ревска. А он говорит, мы коренные москвичи, пролетарии. Это они-то пролетарии? Да его филинный отец в Ревске жандармом служил. Дрянной человек. Не водись с ним. Видали? Все сказала. Теперь ясно, филин тот, значит, и Никитские ножны. Чувствую, чувствую, что клад близко. Может быть. Теперь нужно узнать, служил ли филин на линкоре императрица Мария или нет. Вот так раскрываются тайны и в Европе, и в Америке. И у нас на Арбате. В Америке. Видишь? Определенно бывший матрос. Ноги расставляет, как на палубе. Ну что, Генка-адъютант, ты как-то собирался посчитаться с нами? Пошли, Генка, времени нет. Струсил! Отложим на потом. Струсил! Ах! Смотри, руки держат в карманах. Разве настоящий матрос держит руки в карманах? Никогда. Он ими всегда размахивает, потому что привык балансировать во время качки. Брось, пожалуйста. Если хочешь знать, все моряки во время бури держат руки в карманах. Даже трубку изо рта не вынимают. Все, пошли обратно. Зайдем в магазин. Ведь договорились проверить походку, а к филателисту не заходить. Все равно у нас нет денег на марке. Он Мишу прогнал и нас прогонит. Не прогонит. Вам чего? Марки посмотреть. Каждый день ходите, ничего не покупаете. Какие вам? Гватемалу. Гватемала, Гватемала, Гватемала. Выбирайте. Вот эту. Двадцать копеек. Двадцать копеек. Да пойми ты. Да отстань, сам знаю, что делать. У меня котелок тоже варит. Миша, новость. Вы следили Филина, ходил к филателисту. Походку проверили. Моряк. Установлен окончательно. А служил ли он на линкоре императрица Мария, это мы выведаем уборки жилы. Что касается филателиста, он нас больше не пустит. Почему не пустит? Что случилось? Понимаешь, Миша. Тише. Слышите? Ты что, воровать сюда пришел, да? Бей его, ребята. Ты лучше отойди, Шила. Все на одного. Пошли с нами. Не пойду я. Правильно, не ходи с ними. Чего ты не видел в их клубе? Да, вот еще в расшибалочку сыграем. Ну, пошли. Да не бузи ты. Нечего его защищать, Миша. Он у тебя деньги украл. Малолетний преступник. Сам ты рыжий преступник. Угу. Видал? Ну, что с этого? Просто человек умеет рисовать. И охота тебе с ним связываться. Охота. Кисть не годится. И это не годится. Все не годятся. Другие нужны. Сходи, купи. Ну, чего глаза трачешь? Иди. Ухнули ваши денюжки. Послушай, Миша. Если ты будешь так распоряжаться деньгами, я снимаю с себя всякую ответственность за спектакль. Нечего заранее волноваться. Подождем. Обманули дурака на четыре кулака. Нечего больше ждать. Бяжка. Иди сюда. Кто посылал его за кистями? Я. Зачем вам нужны кисти? Рисовать декорации. И какую же пьесу вы собираетесь ставить? Кулак и батрак. Пьеса в двух действиях. Разрешите представиться. Александр Гуреев. Художественный руководитель и режиссер. Николай Севастьянов. Мы этих ребят отучиваем воровать. А вы их приучиваете. Вот он пошел и стащил кисти. Я не стащил. Я взял с возвратом. Да все они тут ворье! А что-то, ребята, у вас какой-то дикий кружок. А? Мы не дикие. Мы при домкоме. Я ничего, Коровин. Ты рисуй. Рисуй на здоровье. Вот с кем надо рассчитаться. Имею в виду жила. Передай своему скауту несчастному. Если вы будете срывать нам спектакль, если будете мешать нам, мы вам таких кренделей навешаем, что в год не соберете. Да брось ты, Генка. Борька, парень, ничего. Только зря со скаутом водится. Чего ты меня агитируешь? В пионеры свои хочешь записать? Не видал я ваших пионеров. Зря стараешься. Я тебя не агитирую. Просто у меня к тебе есть дело. Серьезное дело. Какое еще дело? Понимаешь, Борька, мы скоро будем ставить спектакль о морской жизни. И для этого нам нужна морская форма. Тельняшка, брюки-клеш. Бескозырка. Ленточка от бескозырки с названием корабля. Ведь ты все ходы-выходы знаешь. Может быть, достанешь. С какой-то радостью я буду для вас стараться. На дармовщину хотите? Дураков ищите? Мы заплатим. А сколько заплатите? Смотря за что. Надо посмотреть. Дашь ножик? Сейчас же ленточку принесу. Настоящую с названием. Неси ленточку. Получишь ножик. Миша, что за пьесу ты собираешься ставить? Все же я руководитель кружка. Ну, не кипятись, не кипятись. Никто тебя не обходит. Давай ножик. Не беспокойся, Ленточка настоящая. Головой ручаюсь. Моего папаши Ленточка. Императрица Мария Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Кажется, что человек умер, а он на самом деле заснул литератическим сном Просыпается уже в могиле Тогда пойди докажи, что ты живой Это бывает, но редко Наоборот, это бывает очень часто Сначала надо в человека пропустить электрический ток Если он не подскочит, все ясно, человек помер Новая теория Геннадия Петрова Прием от двух до четырех Смейся, смейся А вот когда тебя похоронят живым, тогда будешь знать Кстати, когда придут эти Буши? Что за странная фамилия Буши? Немцы они, что ли? Они русские Буш-псевдоним Все по дворам ходят Они работают в цирке Я их там нашел Они брат и сестра Игорь и Лена А со скрипкой их отец Может быть, лучше пойти в милицию и все рассказать? Тогда клад достанется милиции А мы с носом, да? Ага Кажется, не опоздали Как поживаете? Ничего А как вы? Тоже ничего Вернулись недавно из поездки Были в Курске, Орле, на Кавказе На Кавказе урюк растет Люблю урюк Ну, положим, урюк там не растет Вы не продадите нам вашу тележку? Тележку? Пожалуйста Мы ею не пользуемся Но зачем она вам нужна? Она совсем сломана Знаете, мне кажется, что вы ищете клад Почему ты решила? Потому что у людей, которые ищут клад Очень глупый вид Не угадала Нам тележка нужна совсем для другого дела Когда мы ее сможем взять И сколько мы должны за нее заплатить? Можете взять ее в любое время И платить не надо Она нигде не числится В воскресенье наш первый спектакль Приходите Пьеса замечательная А после спектакля вы выступите А сколько за выход? Сколько нам заплатят за выступление? Ты что, с ума сошла? Все артисты работают бесплатно Деньги идут в пользу голодающих по Волжье Не знаю Будешь, наверное, не согласиться Без вас обойдемся Все хотят помочь голодающим по Волжье А вы хотите урвать от них себе Не сердитесь, не сердитесь Какие вы все сердиты? Мы сделаем так Отправимся с Леной погулять А сами к вам придем И тележку привезем Вот это разговор Сегодня силами детского драм-кружка Будет представлен спектакль В трех действиях Кулак и Батрак Руководитель студии Александр Агуреев Режиссер Александр Агуреев В главной роли кулака Пахома Александр Агуреев Батрак Ваня Генка Петров Его мать Зинаида Круглова Оформление художника М. Коровина Весь сбор Поступает в пользу голодающих детей по Волжье Продолжение следует... Товарищи, сейчас вам будет показан спектакль, поставленный силами детского драмкружка нашего клуба. Администрация нашего клуба, товарищи, не жалела средств для постановки спектакля, потому что работа с детьми – дело очень важное для клуба особенно. А теперь, товарищи, попросим. Пришел я к тебе, Марья, по поводу сына твоего, Вани. Не хочет он работать. Непослушный он и непочтительный. Ваня, сынок, как же так? Пахом Степанович наш благодетель, а ты его не слушаешь. Не буду я работать на него от зари до зари. Не буду кормиться в хлеву вместе со свиньями. Я человек, я хочу в школе учиться. Выйдем. Ваня, я ж тебя крестил. А я вас об этом совсем не просил. Осторожно, пол сломаешь. Да, пол слабоват. Придется еще и стенки сделать. Зачем? Чтобы не продувало. Ты что, в ней собираешься жить? Да нет. Я просто так. Мы в ней будем возить рекламу. Для нашего киношки. Ах, ты так! Вот тебе! Вот тебе, эксплуататор проклятый! Вот тебе, кулак несчастный! Заставил моего сына работать все лето от зари до зари! И за это все мешок муки! Эй, Явазина, так его и надо! Вот тебе! Вот тебе! Получай! Получай, эксплуататор! Так тебе и надо! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Получай! Понравилось? Понравилось! Вот видите, ребята этого дома помогли нашим маленьким товарищам, голодающим в Поволжье. Они сделали хорошее, доброе дело. А теперь я вам задам один вопрос. Знаете ли вы, кто такие юные пионеры? Знаю! Не ори! Так знаете или не знаете? Пионеры должны довести до конца дело, которое начали их отцы и старшие братья. Дело революции. В нашем районе есть уже три таких отряда. Это на фабрике Ливерс, Госзнак, заводе Каучук. А теперь я вам сообщу следующую новость. Этот клуб переходит в ведение нашей фабрики и при фабрике организуется пионерский отряд. Ура! Даешь отряд! Не ори! Так вот, ребята, кто хочет из вас быть юным пионером, можете сейчас записаться у меня. Я! 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 Сегодня после спектакля состоится наш первый пионерский сбор. Ура! Ура! Я ему задам один маленький вопрос. Пионеры имеют право скаутов лупить? Что у тебя за привычка? Лупить и лупить. Лупить тоже надо с толком. Значит, и решено? Конечно. Год, как вы водите его за нос. Если бы знали, что там есть, давно прочитали бы. Понимаете, очень трудный шифр. Без ключа не прочитаешь. Как видно, литерея. Может, еще подождет Валерий Сигизмундович? Не может он больше ждать. Не может. К воскресенью должно быть все готово. Я сам прийти не смогу. Подожду мальчонку. Да. КОНЕЦ КОНЕЦ У Курского вокзала ПОНЕЦ 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 Не поддаются. Они присматриваются. Сразу их не вовлечь. Здорово, Коровин. Как дела? Помаленьку. Что у вас там за палка? Турник. Сумеешь? Не знаю. Не пробовал. А ты попробуй. Ладно. Музыка. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, Генка, теперь ты. Так, тык-дык, языком ты гораст. Надо мускулы развивать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Юра, домой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Иду. Прошу. Ты на резину посмотри. Одни покрышки чего стоят? Цена окончательная. Пять рублей. За такую тележку пять рублей? Тележку продаете? Продаем. А тебе какое дело? Спросить нельзя. Может, я купить хочу. Сколько стоит? Десять рублей. Чего ты щупаешь? Колеса на подшипниках. Смотри, ход какой. Слышишь ход? На, сам попробуй. Даже спать сможешь. Если захочешь. Ты не нахваливай. Резинка-то вся истрепалась. Смотри. Здесь написано. Треугольник. Первый сорт. А мало ли, что здесь написано. Вон и краска вся стерлась. Не, вы уж давайте подешевле. Ладно. Я забираю тележку. А вот и хорошо. Прозевал ты тележку, жила. А я, может, дороже дам? Нет, поздно. Забирай тележку, коровин. Не хочешь, как хочешь. Сам же будешь набиваться, но я уж больше рубля не дам. Да кому нужно такое барахло? Проваливай. Продолжение следует... То же самое, что и на кортике. Точечки, кружочки, черточки. Где же ключ к шифру? Ничего не понимаю. Полевой думал, что ключ от шифра в ножнах. А Никитский предполагал, что ключ в кортике. Что ж это может значить? КОНЕЦ 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 Кто дежурный? Я. А почему нет мела? А разве нет? Перед уроком был. Вот как? Значит, он убежал. В таком случае, поди верни его. Тетя Бруша, дайте, пожалуйста, мил. Что с вами, тетя Бруша? Кто вас обидел? Двадцать лет прослужила. Слову худого не слышала. А теперь дурой старой назвали. Кто? Кто вас назвал? Спасибо и на том. Бог с ним. При чем тут Бог? Никто не имеет права оскорблять. Кто вас обругал? Юра обругал. Опоздал он. Ну, я ему и говорю. Мне не велено пускать. Иди к директору, говорю. А он мне старый и дурой говорит. Итак, Китов, что ты должен доказать? Равенство углов. Я должен доказать равенство углов на обедренном треугольнике. Доказывай. И доказательство равенство углов в равнобедренном треугольнике надо... Надо квадрат гипотенузы. На доску смотри. Надо квадрат гипотенузы помножить на сумму квадратов качества. Прекрасно. Доказывай. Нужно устроить показательный суд. Шурка будет за прокурора. Надо отлупить его как следует, чтобы помнить. Поляков. Покажи, что у тебя в руке. Я тебя спрашиваю, что ты писал на уроке. Оставь класс. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Садитесь. Спасибо. Спасибо. Дело меня такое к вам, понимаете, неприятное привело. Да, я вас слушаю. Беда с ребятишками. Сами знаете. Лучше в их дела не суваться. Сами разберутся, кто прав, кто виноват. Одному подзатыльник, другому подзатыльник. Такой у меня, понимаете, суд. Такая, значит, вроде система. Но уж когда до воровства доходит, тут знаете. Я вас не понимаю, о каком воровстве вы говорите? Ну, воровство не воровство, а обман. А насчет обмана у меня строго. Вашего сыночка ножик? Не знаю. У него есть, во всяком случае, был перочинный ножик. Но этот или другой, я затрудняюсь сказать. Его, его ножик. Мой обормот признался. Миша Поляков, говорит, дал. Он от него ножик получил, а от меня ремня по известному месту. За что же? Может быть, Миша и дал ему этот ножик? Дать-то он дал. Но вот вопрос, за что? Он за этот ножик все мое обмундирование отдал. Я ведь раньше на флоте служил. Ну, сами понимаете, остались вещички кое-какие. Бескозырка, тельняшка, брюки-клёш. Я не видела у Миши ни тельняшки, ни безкозырки, ни брюки-клёш. Прячут. Прячут до поры до времени. Хотел я в милицию обратиться, но зачем, думаю. Ведь это придут, протокол, ведь это, знаете, пятно на всю жизнь. А тут по-соседски между собой можем как-нибудь разобраться. Чего же вы хотите? Да ничего особенного. Вот. Заберите ваш нож, а мне вещички верните, которые мой обормот вашему передал. Хорошо. Я спрошу у Миши. Он придет из школы, и я узнаю. Если он что-нибудь взял у вашего сына, он обязательно вернется. Да что вы! Что вы! Он же отопрется и глазом не моргнет. Сейчас самим поискать надо. Нет. Без Миши я этого делать не стану. Вот как? Ну что ж, тогда придется милицию позвать. А уж милиции церемониться не станет. Сразу обыск, скандал на весь дом, сообщат в школу. Можете обращаться куда угодно. Мой сын не вор. Вы сами сказали, что они обменялись. Обмен не воровство. Кстати, ножичек заберите. Я не уверена, что это Мишин ножик. Ну, знаете, я трудящий человек, не интеллигент какой-нибудь. Мне мое добро дорого. Могу получить, когда захочу, полное имею право. Может, прикажете самому поискать? Могу. Уходите отсюда. Сейчас же. Или зовите милицию. Иначе я позову. Так, значит. Зря. Люблю заниматься у Барфеда. Не придира, не зануда. На уроках делаешь, что хочешь. Хороший парень от Барфед. Побольше бы таких Барфедов. Преподавателя рисования зовут не Барфед. А Борис Федотович. Повтори. Борис Федотович. Борис Федотович Романенко. Повтори. Борис Федотович Романенко. Вот так. И ты запомни это. Бяжка несчастная. Я не мог раньше меня предупредить. Холодное оружие. Интересуешься? Я тоже. У меня небольшая, но любопытная коллекция. Можешь посмотреть, если хочешь. Спасибо. Очень хочу. Но при одном условии. Если ты в классе, будешь смотреть на натуру, а не в книгу. Хорошо, Борис Федотович. Кит. А Кит. Чего? Ты из какого океана? Хм. Следует уловить пропорции. Вам, Китов, нужно больше интересоваться живописью, развивать художественный вкус, а вы ничем не интересуетесь. Ну-ка, назовите мне великих художников, которых вы знаете. Ну, что же вы молчите? Ведь вы были с классом в Третьяковской галерее. Вспомните? Репин. Репин. Правильно, Репин. А какие картины Репина вы помните? Иван Грозный убивает своего сына. Иван Грозный убивает своего сына. А еще какие картины каких художников вы помните? Романенко нарисовал лошадь. Романенко нарисовал лошадь. Что? Что вы сказали? Что он нарисовал лошадь. Кто он? Ну, как это его? Романенко. Я думал, Барфет. Ну, и Барфет. Думал, думал. Я просто так сказал. А ты, как попугай, повторяешь. Привык на подсказках выезжать. Не выдавай. Попался, так выкручивайся. Садитесь. Я никогда не знал, что Китов склонности к шуткам. Мне казалось, что его интересы и способности лежат несколько в иной плоскости. Но поскольку Китов все-таки вздумал острить, то староумие это довольно низкого сорта. Китов, очевидно, предполагает, что Борис Федорович не стал великим художником из-за своей бесталанности. Я могу уверить его, что это не так. Борис Федорович человек очень талантливый. Окончил Академию художеств. Перед ним была широкая дорога к известности, славе. То есть к тому, что по мнению Китова только и достойно уважения. А Борис Федорович стал учителем рисования. То есть тем, что по мнению Китова уважение недостойно и может служить предметом его глупых шуток. Борис Федорович создал бесплатную художественную школу для детей и рабочих. Он искал способных ребят, привлекал их в школу и учил. Это заставило его сделать пример собственной жизни. Жизни человека из народа, перетерпевшего огромные лишения, чтобы заниматься искусством. Потому что искусством в то время могли заниматься только очень богатые и обеспеченные люди. Вот на что ушла жизнь Бориса Федотовича Романенко. Да, нужно было изменить весь строй, создать общество, обеспечивающее каждому человеку развитие его способностей. Это и сделала революция. И все же, оценивая жизнь Бориса Федотовича Романенко, мы говорим, что такой жизнью можно гордиться. Ей руководила чистая и благородная цель. Рассказываю я вам это вот зачем. Великий художник, великий ученый, великий писатель. Это звучит гордо. Но есть в культуре незаметная будничная работа, ее делает учитель. Он несет культуру в самую гущу народа. Он бросает первое зерно на ниву таланта. И вот если кто-нибудь из вас станет знаменитым человеком, пусть он, увидев скромного учителя, с почтением снимет перед ним шляпу, помня, что именно он, учитель, воспитывает и формирует самое лучшее, самое прекрасное творение природы, человека. Вот о чем хотел с вами поговорить. Ну а теперь прошу продолжать урок. Борис Федотович, извините меня, это я подсказал Китову. Ты зачем тетю Брошу обругал? Тебе какое дело? Что ты на меня так смотришь? Ты не смотри, а то быстро схлопочешь. Ишь ты какую привычку взял оскорблять технический персонал? Это тебе не дома на прислугу орать. Тебе придется извиниться перед тетей Брошей. Я буду извиняться перед уборщицей. Уж этого вы не дождетесь. Чего ты с ним так разговариваешь? Вот так надо. Ребята, Альма заболела, немецкого не будет. Расходись по домам. Тихо, тихо, будет классное собрание. Как будто нельзя в другой раз собрание устроить. Обязательно сегодня. Нельзя. На собрании я не останусь, я есть хочу. Обсуждаем вопрос о Юре. Слово имеет Геннадий Петров. Юра опозорил наш класс, он назвал тетю Брошу старой дурой. Это безобразие. Теперь не царский режим. Небось, Алексей Иванович он так не назовет, побоится. А тетя Брошу простая уборщица. Вообще, пора прекратить эти барские замашки. Юра скаут, а скауты заодно с буржуями. Предлагаю исключить Юру из школы. Юра индивидуалист. Он отделяется от коллектива. Он написал в своей анкете, что хочет быть похожим на Печорина. Но Печорин эгоист. Губит Беллу, обманывает Мэри. Высокомерно относится к Максиму Максимовичу. Печорин прямо говорит, какое мне дело до бедствий и радостей человеческих. Если мы все будем подражать Печорину и думать только о себе, то все люди передерутся. Юра должен извиниться перед тетей Брошей. А исключать его из школы слишком суровое наказание. Я не понимаю, за что пионеры нападают на Юру. Генка в тысячу раз больше хулиганит, чем он. А еще пионер. Я считаю, что прежде всего нужно выслушать Юру. А я в скаутах больше не состою. Если Генка не знает, пусть не говорит. Я принципиально не согласен с тем, что закрывает вешалку. Это ограничивает нашу свободу. А извиняться я не буду. Не намерен унижаться перед каждой уборщицей. Вы можете постановлять все, что вам угодно. У меня это глубоко безразлично. Товарищи, инцидент с тетей Брошей надо рассматривать гораздо глубже. Что мы имеем? Мы имеем два факта. Первый – оскорбление женщины, что совершенно недопустимо. А второй факт – употребление слова «дура». Такие слова, товарищи, засоряют наш язык. Наш великий, могучий, прекрасный язык, как сказал Некрасов. Не Некрасов, а Тургенев. Вообще-то они вместе сказали. Но Некрасов все же немного раньше. Я предлагаю товарищи запретить употребление слова «дура» и тому подобных слов. Давайте по существу. Говори, Зина. Ребята, это же ужас. Я сама видела, как тетя Броша плачет. И нечего Юрку защищать. А если он нравится Лёле Подволотской, пусть она так прямо и скажет. Потом Шурка. Он пишет девочкам на уроках записки. Я тебе не писал. Поэтому она и злится, что не писал. Ты мне не писал, зато Лёле Подволотской писал. Потом Генка. Он всегда меня на уроках расхахатывает. Юра обругал тетю Брошу, потому что считает, что он выше ее. Я предлагаю, чтобы Юра извинился перед тетей Брошей. Если он не согласится, то поставить этот вопрос в очком. Пусть решает вся школа. Кто за это предложение? Кто против? До завтра. Я тебе объясняю. Мне нужна была ленточка от матросской без козырки. Борька мне ее дал, а взамен получил ножик. Вот и все. Но Филин сказал, что пропала не только ленточка от без козырки, но и без козырка, и тельняшка, и брюки. Я не знаю, что у него пропало. Пусть спрашивают у своего Борьки. Филин приходил не случайно. И его приход меня очень тревожит. Я чувствую какую-то опасность для тебя. Тем более, что ты что-то скрываешь от меня. Зачем тебе понадобилась эта ленточка? Понадобилась. Когда Филин ушел, я вышла в магазин. И на улице опять встретила его. Он стоял с высоким человеком, мочей неприятного вида. И что-то говорил ему. И я убеждена, что он передавал ему наш разговор. Я хотел по этой ленточке узнать, служил ли Филин на ленкоре императрица Мария. И оказалось, что служил. Давно ты интересуешься с холодным оружием? Я не могу сказать, Борис Федотович, что я интересуюсь с холодным оружием. Меня интересуют только кортики. И много видов кортиков ты собрал? У меня есть только один кортик. Прямо скажем, небогатая коллекция. Да я не коллекционирую. Просто у меня есть кортик. И я никак не могу определить, что это за кортик. Такой таинственный кортик. Да. На нем стоят реклейма. Волк, скорпион и лилия. И я никак не могу в них разобраться. Ну, видишь ли, не видя кортика, я так же вряд ли могу разобраться. Волк. Это клеймо золенгенских мастеров Германии. Такие клинки называли сволчата. Очень знаменитая марка. Оружие. Скорпион. Клеймо итальянских мастеров из города Милана. Ну и, наконец, лилия. Это флорентийского мастера Параджини. Кто же сделал этот кортик? Понимаешь, в чем парадокс? Все эти мастера жили в шестнадцатом веке. А кортики появились только в семнадцатом. Зачем же здесь эти клейма? По-видимому, мастер, который изготовил этот клинок, хотел показать, что его марка самая знаменитая. Безвестные мастера прибегали к таким трюкам. Значит, по этим клеймам ничего нельзя узнать? По-видимому, нельзя. Ну, я что-нибудь придумаю. Вернулся? Да. Я еще посижу у вас. Я могу определенно сказать, что этот кортик изготовлен в России русским мастером. Это видно по материалу, по отделке. Ну, волк, скорпион и лилии только запутают дело. Это русский кортик. Но какой? В России было три образца кортиков. Морской кортик, четырехранный. А твой трехранный, это уже не подходит. Кортик егерей. Он гораздо длиннее, чем твой. Значит, тоже не подходит. А вот такие кортики носили полковые оружейные мастера при императрице Анне Иоанновне. Значит, твой кортик мог носить оружейный мастер времен Анны Иоанновны. Да, но мне это ничего не дает. А что ты собственно хочешь? Я хочу знать бывшего, вернее, последнего владельца этого кортика. Последний владельца этого кортика тот от кого-то его получил? Да, я понимаю. Но ведь кортик непростой, на рукоятке змейка. Да, вижу, змейка. Что вы делаете? Не беспокойся. Видишь? Какая-то зашифрованная надпись. Точки, черточки, кружочки. В рукоятке мечей вкладывались мощи святых. И рыцари перед боем прикладывались к ним. Отсюда пошел обычай целовать оружие. Я слышал, что это литария. Но что это, я не знаю. Ну, литария это тайнопись, употреблявшаяся в древнерусской литературе. Если это литария, то здесь только половина текста. Где-то должна быть и другая. Вот и получилась десятизначная литария. Так, пиши. С. И. М. Что получилось? Сим. Так, прекрасно. Дальше. Г. А. Д. О. М. Что получилось? Гадом. Сим. Гадом. Прекрасно. Вы не видели мальчика в коричневой куртке с красным галстуком? Теперь прочитай все вместе. Сим гадом завести часы. Понеже проследует стрелка. Полудень башни самой повернутой быть. Странная надпись. Значит, эта бронзовая змейка есть тот самый гад, которому надо завести часы. Но не достает часов, которые надо завести. У тебя есть на примете такие часы? Нет. Мальчика. По многим смертный бой, но даже смерть, но и тогда никто нас, товарищи, не победит. Это был он тот высокий. Какой высокий? Я каждый раз хожу за тобой, а сегодня опоздала и наткнулась прямо на него. Не волнуйся. Красный миру новому надень. Разворачивайтесь в марше. Юн день празднует СССР. Тише, товарищи старшие. Твое слово, пионер. Беспризорных детей братьте смрадного хлева. Накормить и одеть. Эй! Левой! 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 И так решили. В школу и обратно ходить только втроем. Один никто из нас не имеет права выходить за пределы двора. Я вас оставлю на часок, скажу в магазин. Только обо мне не беспокойтесь. Я на казенной квартире, на казенных харчах. Ничего, ничего. Я по этому вопросу кое-что узнал. Мне случайно попался морской сборник 1916 года. Здесь перечислены те, кто погиб при взрыве на линкоре императрицы Мария. И какая штука вышла? При взрыве погибло очень много офицеров. Я тебе про них рассказывал. Но по имени Владимир только трое. Иванов, Мичман, Терентьев, капитан третьего ранга, Неустроев, лейтенант. Но кого из них убил Никитский и кому принадлежал Кортик, вот некрологи. Послушай, интересная штука. Трагическая смерть унесла В.В. Терентьева, выдающегося инженера российского флота. Его незаурядные способности и глубокие познания, приобретенные под руководством незабвенного П.Н. Подволоцкого, давали ему основания стать для вооружения русского флота тем, чем был для вооружения сухопутных войск его знаменитый предок П.И. Терентьев. Вооружение сухопутных войск. Может быть, это и есть тот самый оружейный мастер? А я о чем? Тут написано, что предок его был знаменитый. Значит, о нем должно быть написано в энциклопедии. Нет, в военном справочнике. Пойдемте в Румянцевку, в Румянцевскую библиотеку. Ну что ж, можно пойти. Но сначала дождемся мать. И сделаем так. Первым выйдешь ты. Я следом за тобой. Между прочим, здесь у вас написано, что у этого офицера учителем был Подволоцкий. А у нас в классе девочка учится. Леля Подволоцкая. Может быть, они родственники. Все может быть. Да, вот еще что. Кортик я оставлю у себя. Не беспокойся. Придет время, верну. Я же тебе его подарил. Значит, он твой. Ну, а пока что собирайся. Участник сражений при Ачакове, Сталучанах и Хотине, Терентьев Поликарп Иванович, создатель первой конструкции водолазного прибора. Известен как автор фантастического для своего времени проекта подъема фрегата Трапезунд. Вот видишь, пригодился твой оружейник. Слушай, Миша, у меня к тебе будет большая просьба. Вы с ребятами ни во что больше не вмешиваетесь. Остальное будут делать те, кому это положено делать. Добро. Добро. Мы достали ножны, провели серьезные исследования, все выяснили. А теперь, когда остается только взять клад, он забирает у тебя и ножны, и кортик. Тихо. Леля! Леля, скажи, пожалуйста, Подволотский, профессор в морской академии, твой дедушка. Да, а что? Видишь ли... Дедушка давным-давно умер, а жива только бабушка и тетя Соня. А они не знали дедушкиных учеников? Дедушка проводил лекции один, без бабушкиной помощи. Секретничаете? Да. Миша интересуется моими предками. Если они тебе так нужны, могу дать их адрес. КОНЕЦ 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 Мама, не успел человек войти, а вы уже о дровах. Соня, молчи. Ты спрятала ключ. Да. Вы не знали Владимир Владимировича Терентьева? Как вы сказали? Владимир Владимирович Терентьев. Офицер флота. Учился в академии. Нет, я такого не знала. Как же вы не помните, Маман? Это несчастный Вальдемар, муж Ксении. Ах, Ксения, Вальдемар, боже мой, несчастный Вальдемар. Он погиб. Меня интересует судьба его семьи. Я знала Вальдемара, давно это было. Ох, ну, это было очень давно. Ну, очень давно это было. Как ее звали? Господи, дай Бог мне памяти. Ксения. Ксения Сигизмундовна. Простите, Сигизмундовна? А брата вы ее не знали? Ха! Валерий Никитский, красавец, офицер блестящий, тоже погиб. Я его мамашу тоже знала. Как это Мария Гавриловна, неприятная женщина. Ну, она, конечно, не была дворянкой, она была из простых. Ну, теперь это в моде простые. Я должна сказать, странная семья. Да, всякие-то привидения, тайны, кошмары какие-то. А где они теперь? Они жили в Петербурге. Ну, адреса я не знаю. Адрес можно узнать, ведь на письмах к папе есть обратный адрес. Но разве в таком хаосе что-нибудь найдешь? Я вас очень прошу, я сам все сделаю. Что надо передвинуть? Соня, найди ему, слышишь? Найди. Слава, я уезжаю на концерт. Если папа задержится, ужинай без него. Даша тебе приготовит. Хорошо, хорошо, мам. Миша, голубчик, это правда, что вы уезжаете в какой-то там лагерь? Лагерь, в какой-то Карагаево. Да, вероятно, поедем. Слава, не смей купаться. Тебе врачи запретили. Мам, в лагерь-то мы поедем летом, а не сейчас. Только такой легкомысленный человек, как твой отец, мог согласиться на такое безумие. Отпустить ребенка одного на все лето, неизвестно куда, неизвестно зачем. Жить в каких-то палатках. Не смей там бегать босиком. Слушаюсь. Ладно, читаю снова. Его превосходительству Петру Николаевичу Подволоцкому. Так, обратный адрес. От М.В. Терентьева. Санкт-Петербург, Мойка, дом С.С. Васильевой. Значит, адрес есть. Еще одна открытка. От 12 декабря 1915 года. Тоже очень интересная. Читаю. Уважаемый Петр Николаевич, пишу с вокзала. До поезда 30 минут. Я лишен возможности засвидетельствовать вам свое почтение лично. Задержался в Пушкино. А к месту назначения должен явиться не позднее 15-го сего месяца. Какова бы ни была моя судьба, остаюсь искренне преданный вам Владимир Терентьев. А может, Мойка это вовсе не улица? Мойка? Это речка. Как же интересно, что они в речке проживали. Хорошо. Я пишу. Ну, теперь клад от нас никуда не уйдет. В те времена все боялись Бирона. И прятали от него сокровище. И еще, тому, кто найдет клад, принадлежит 25%. Свою долю мы сразу заберем. А то потом за ней целый год ходить будешь. Разбогатить хочешь? Да ты что? На эти деньги построим стадион. Летом будет футбольное поле, зимой каток. Для ребят вход бесплатный. Никаких контролеров-билетеров за версту близко не подпускать. В клад я не верю. Но уж если бы был клад, то лучше построить детские дома для беспризорников. Или, например, музыкальные школы. Ты что, думаешь, музыкальные школы не нужны стадиона? Музыкальные школы. Кому они нужны? И вообще, Славка, если ты собираешься вступить в комсомол, советую тебе позаботиться о своем будущем. Ведь ты, кажется, собираешься стать музыкантом. Допустим. И что из этого? Как что? Комсомолец и вдруг музыкант. Что это за Паганини такой? Паганини? Это такой музыкант. Ему враги перед концертом оборвали струны на скрипке. Но он сыграл на одной струне. И никто этого не заметил. Подумаешь. У моего отца на паровозе ездил кочегар Панфилов. Так он на бутылках играл. Расставит бутылки и сыграет, что хочешь. Посмотрел бы я, как твой Паганини сыграет на бутылки. Ты на сборе был? Беседу о задачах комсомольцев слышал? В чем заключается задача комсомольцев? Строить коммунизм. Так? Так. Но при чем тут музыка? Как при чем? Все будут строить, а ты будешь на рояле трингать. Этот номер тебе не пройдет. Ты много построишь. Строитель нашелся. Конечно. Кончу семилетку. Буду металлистом. Настоящим рабочим. Там меня в комсомол без стажа возьмут. Верно, Миша, я говорю? О, вся компания в сборе. Ну, здравствуйте, гуси-лебеди. О чем была такая горячая беседа? Петроград, адресный стол. А кого это вы разыскиваете? Так, пап, одного человека. Ах, дела секретные. Ну, хорошо. О чем же все-таки был разговор? Мы, пап, говорили о профессии. Я говорил, что хочу стать музыкантом. А Генка утверждает, что комсомолец не может быть музыкантом. Я этого не говорил. Я сказал, что кроме музыки надо иметь еще одну настоящую специальность. Вот что я говорил. Айда, Генка, молодец. Возьми с полки пирожок. Правильно. Специальность иметь необходимо. Надо сначала твердо стать на ноги. А вот потом хоть канарейкой пой. Вот Бородин. Был великий композитор. А сначала стал химиком. А музыка это ремесло такое воздушное, неопределенное. Так что... А разве мало людей искусства прославили Россию? Чайковский, Глинка, Репин, Толстой. Ну, брат. Ну, брат. Ты хватил. Это же гиганты, титаны. Это же не каждому дано. А я согласен со Славой. Он будет музыкантом. А на его месте пусть учится кто-нибудь другой. Ну, не сговориться нам. Когда мне было 14 лет, мать все говорила, жалела меня. Как ты будешь пробиваться в жизни? Пробиваться? Слово-то какое. А ты говоришь, пусть на его месте учится кто-нибудь другой. А он этого другого и в глаза не видал. Ему важно, чтобы государство получило еще одного инженера. А разве это плохо? Почему плохо? Я говорю, что вы думаете, иначе, чем мы думали в вашем возрасте. Да, Генка, разбили они нас. Почему нас? Вас, а не нас. Вот тина. Ты же только что был согласен с моей точкой зрения. Когда это было? Ну, скалок несчастный. Откуда мы можем знать, где и когда родилась Марья Гавриловна Терентьева? Ну, что мы можем сделать, если в адресных столах такой порядок? Я же говорила, надо ехать в Питер. Ох, и задается. Надо писать. Опять писать. Да, опять. Написать секретарю комсомольской ячейки справочного бюро. Так, знаешь, повежливее ему написать, что спрашивать год рождения. И место рождения – это бюрократизм. И его надо выжечь каленым железом. Разве вежливо требовать, чтобы выжгли каленым железом? Ну, хорошо, не каленым железом. Но про бюрократизм надо указать. Что им сложно съездить на мойку и все узнать. Что сами знаете, так. А не весьма еще и примут. Просто гнelines и растим. То есть мы following 20 минут на маленькое. Сейчас мы ξолохнули. Не забота нету, где она не сбыл. Тema не заг MP3. Молодец, Белый. Становитесь оба. Брось, Генка, отстань. Брось! Раз, два, три. А ну, Белый, даешь рекорд! Уйди. Все кончено. А, прости, прощай, подружка дорогая. Если бы у тебя был такой велосипед. Не утешай я стойки. В субботу приглашаю на день рождения. Теперь я уже выбываю из детского возраста. Я не знаю. А, прости. А, прости. Ну, Генка, вот это да! На какие-то капиталы ты все оборудовал? Отец прислал. Я говорю, Геннадий, тебе этих продуктов на месяц хватит. А он и слушать не хочет. Ставь на стол, и дело с концом. Лезь в отца. И конфеты отец прислал? Вон пансье. Геннадий сам купил. Тетя, ведь я вас просил. Ну, хорошо, молчу, 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 молчу. Значит, чего-то продал. Сам свои костяные шахматы продал? Зачем? Надо было. Вон Мишка тоже продал свою коллекцию марок. Ну, Мишка, понятно. Он собирается купить кожаную куртку. Хочет быть похожим на настоящего комсомольца. Возможно. Если бы я знал, что ты ради угощения продаешь свои вещи, я бы к тебе в гости никогда не пришел. Ну. Читай. Здравствуйте, ребята. Насчет бюрократизма вы не правы. В Петрограде проживает несколько тысяч Терентьевых. Но бывшая домовладелица Васильева, которую я разыскала, сказала, что Терентьев с женой действительно проживали у нее до войны. А его мама Терентьева жила где-то под Москвой. С комсомольским приветом Куприянова. А на открытке Терентьев написал задержался в Пушкино. А это и есть где-то под Москвой. Как дела, Коровин? Движутся помаленьку. Сдал на четвертый разряд. Буду получать рублей 90 в месяц. Ну. Молодец. Никак к мастеру не соберусь. Почистить надо. Покажи. Ход хороший. Сколько камней? Пятнадцать. Двух камней не хватает. Каких двух камней не хватает? На один камень часы положить, другим прихлопнуть. А ты знаешь, за что убил брат брата? Это сказка про Каина. Что-то они там не поделили. Нет, один убил другого за то, что тот рассказывал старые анекдоты. А меня в комсомол принимают. Живут же люди, а мы все в пионерах ходим. Вот только с летней колонией у нас что-то не получается. Надо найти дом, усадьбу какую-нибудь. Наш Севастьянов хлопочет-хлопочет, а дело не идет. Геннадий, ну что ж ты не приглашаешь гостей за стол? Угощай. Дорогие гости, принимаю поздравления и подарки. Да, чуть не забыл. А где второе? Второго не достал. Ну ничего, поездишь пока на одном, а там видно будет. Как так на одном? Вот так, на одном. Прошу к столу. Подожди, у меня тоже есть подарок. Разыграли. Значит, коллекция марок, кожная куртка, шахматы. Графы сбежали, а Николай Севастьянов хочет здесь приручить всю беспризорную орду во главе с Коровиным. Могли не тащиться за столько верст. Тебе что, плохо? Я не говорю, что плохо. Я только объясняю, что Николай мог сказать, что мы не просто делаем однодневную вылазку, а ищем усадьбу для труд колонии. Ребята! Ребята, ребята! Николай зовет всех. Как с усадьбой? Все растащено, запущено, разырено и неизвестно, кому принадлежит. Но самая большая трудность это собрать сюда ребят. Зимой они живут в детдоме, а летом разбегаются. Вот я и думаю, предложить им провести лето в такой вот усадьбе. Правда, можно еще поискать. Ну что ж, мы сейчас с Коровиным сходим в деревню, а потом пора собираться и домой. Вы нас не ждите. Почему? Есть кое-какие дела. А, ну хорошо, как хотите. А мы? А вы с нами. Идем. Сначала пойдем по этой улице, потом по другой. Главное, не пропустить ни одной таблички. Лучше спросить в сельсовете. Кого спросить? Терентьеву? Да. Это вызовет подозрение. Подумаешь, кого бояться. Старушка сама обрадуется, когда узнает, что мы найдем клад. Видишь? На табличке только номер дома. Здравствуйте, ребята. Привет. Здравствуйте. Сколько лет, сколько зим. Загородная вылазка? Почему к нам не зашли? Вы же знаете, где мы живем. А мы, собственно, и идем. К тому же у нас есть одно дело. Какое дело? Так, ерунда. Тетку разыскиваю. Тетка? Да она же в Москве живет. Да, тетка в Москве живет, а эта совсем другая. У меня их несколько. Другую я нашел, а эту никак не могу найти. Знаю, что в Пушкино живет, а ни дома, ни улицы не знаю. А как ее фамилия? Мы всех знаем здесь. Терентьева Марья Гавриловна. Терентьева Марья Гавриловна? Она живет рядом. Пойдемте, мы вам покажем. Это длинная история. Ведь она думает, что Генка умер, а он, оказывается, жив. Ее надо сначала подготовить. А то, если бухнуть ей так, то у нее от радости может случиться разрыв сердца. Здоровье у нее хрупкое. Мы с ней почти не знакомы. В общем-то, вы никому не говорите. И отцу своему, ладно? Папа умер. Извините. Я не знал, как же вы теперь. Одни живем, работаем, два буш-два, воздушный аттракцион. Вот здесь она живет. Что ты с одним поленом возишься? Полено какое-то суковатое. Никак его не разрубишь. Чертова полена. Брось его, возьми другое. Полена упрямая. А я его еще упрямее. Посмотрю, кто кого переупрямит. Приезжаем сюда в свободные дни, когда не выступаем. Так надо переехать в Москву. Жаль бросать этот дом. Здесь жили папа и мама. Мы здесь будем всю неделю. Приезжайте к нам в гости. Скажи, можно залезть к вам на чердак? Конечно. Зачем это тебе? Они определенно ищут клад. Я еще в прошлый раз заметила. Клад? Уж кто-кто, а я-то не буду заниматься такими мелочами. Можно я пойду посмотрю сверху на двор Терентьевых? Это можно с лестницы. Терентьева одна живет? Вроде, вроде одна. А что ты шептом спрашиваешь? Да так просто. Эй, вы! Я думала, что вы замерзли. Хвост ты, лисьй, вот ты кто! Мария Гавриловна, наш учитель по рисованию страстный коллекционер холодного оружия. Ему случайно попался кортик работы поликарпа Терентьева. Но никаких данных о нем он не мог собрать. Он обращался и в Петроград, и в библиотеки. Но все было бесполезно. Поликарп Терентьев, это его дом. Вот он и сам. Валерий Сигизмундович, боже мой! Вы так тихо вошли, я ничего не слышала. Валерий Сигизмундович друг нашего бедного Владимира. Он теперь живет здесь. Добрый вечер. А это мальчик Миша, из Москвы. Интересуется работами поликарпа. Но, право, я не знаю, чем я могу ему помочь. Откуда такая страсть к холодному оружию в столь раннем возрасте, молодой человек? Из Ревска. Я, пожалуй, пойду, Марья Гавриловна. А то меня заждались домашние. Я провожу молодого человека, Марья Гавриловна, на улице темно. Это будет благородно с вашей стороны, Валерий Сигизмундович. Удачи. 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 Ну, Михаил, тысячу лет будешь жить. Ну, ничего. Что вы скажете по поводу показаний Полякова? Я уже все сказал. У вас есть более авторитетные показания, чем измышления этого ребенка, инсценированные, кстати, гражданином Полевым. Да, действительно, гражданин Полевой служил на линкоре императрицы Марии, не раз подвергался с моей стороны дисциплинарным взысканиям и теперь решил свести со мной счеты. Помощников для этого, кроме этих детей, у него не нашлось, да и не могло найтись. Итак, вы Сергей Иванович Никольский. И вы проживали в доме Марии Гавриловны Терентьевой, как бывший товарищ ее сына Владимира Владимировича Терентьева, погибшего при взрыве линкора императрицей Марии. Именно так. И я пытался его спасти, но безуспешно. Меня самого подобрал катер. Хорошо. У вас есть вопросы к свидетелю? Какие у меня могут быть вопросы? И вообще, разве можно серьезно обсуждать это? Я убил Терентьева и после этого живу в доме его матери. У вас есть вопросы к свидетелю? Какие вопросы? Он всю правду и истину сказал. Петров, я не спрашиваю вашего мнения по поводу показаний Полякова. Я спрашиваю, нет ли у вас к нему вопросов. Когда вопрос ясен, вопросов быть не может. У вас есть вопросы к свидетелю? Дополнения какие-нибудь? Нет. У вас? У меня есть. Разрешите? Пожалуйста. Знаком вам этот предмет? Впервые вижу. Пригласите свидетельницу. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Свидетельница Терентьева, назовите, пожалуйста, фамилии этого гражданина. Никольский. Где, когда и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились? Во время войны он приезжал ко мне с письмами от моего сына Владимира. А где ваш сын? Он погиб при взрыве линкора императрицы Марии. Вы убеждены, что именно при взрыве он погиб? Конечно. Мне прислали официальное извещение. Вам прислали вещи? А разве их могли прислать? Линкор взорвался и потонул. Вы узнаете этот кортик? Да, это наш. Это его кортик, Владимир. Вас не удивляет, что все вещи вашего сына погибли, а кортик цел. Почему вы молчите? Так как фамилия гражданина? Никольский. Никольский. Оглашаю показания свидетеля полевого, служившего на линкоре императриц Марии. 7 октября 1916 года лейтенант Никитский выстрелом из пистолета убил капитана 3-го ранга Терентьева Владимира Владимировича. Цель убийства было похищение кортика. Организация банды, грабеж, убийство. Против этих фактов вы не сможете возразить. Как вы могли? Субтитры создавал DimaTorzok Самым сильным увлечением поликарпа Терентьева было водолазное дело. Но все его проекты, подъемы кораблей для того времени казались фантастическими. О тайнике знал только один человек в доме, глава семьи. Мы, женщины, этим не интересовались. Субтитры создавал DimaTorzok Часов в доме много, но в каких из них тайник, я не знаю. По-видимому, в тех, которые были еще при поликарпе Терентьеве. Почти все часы старинные и, вероятно, существовали еще в его времена. Но вот эти как будто бы сделаны или собраны самим поликарпом. Терентьеве 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 Все разложено по морям. Даже Индийский океан. Английский корабль Гросс Венор затонул в 1782 году у острова Цейлон. Груз, золото и драгоценные камни. Давайте-ка лучше наши моря посмотрим. А, вот, Черное море. Так, Трапезунт. Корабль крымского хана Девлет-Гирея. Так. Черный Принц затонул 24 ноября 1854 года в Блаклавской бухте, разбившись в шторм о прибрежные скалы. Груз 5 миллионов рублей золотом. Да тут целый список. Точные координаты места гибели. Да, для нашего судоподъема работ хватит. Будем поднимать корабли, ремонтировать их. И пусть плавают по морям, океанам. Ну, а если плавать не годятся, то золото и драгоценности пригодятся нашей молодой республике. Ну, что ж, ребят, спасибо. И, как говорится у вас в таких случаях, будьте готовы. Всегда готовы. Вот, кортик. Это память. Ты имеешь полное право хранить его. Ну, держи. Вот так будет лучше. А мы скоро уезжаем. И надолго по России на гастроли. Эй-эй, а я вас ищу, ищу. Эх, я думал, вы замерзли. Хвост ты лисий, вот ты кто. Хвост ты лисий, вот ты лисий. Хвост ты лисий, вот ты лисий. Хвост ты лисий, вот ты лисий. Хвост яйца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok